Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео мы начинаем рассмотрение резание дисковыми ножами. И начнем с принципа работы и области применения устройств с дисковыми ножами. В пищевой промышленности, а также в торговле и службе общественного питания резальные машины с дисковыми ножами нашли большое применение. Дисковые ножи совершают равномерно вращательное движение, которое может быть попутным или встречным по отношению к направлению подачи материала. Помимо этого, возможны два варианта относительного перемещения оси ножа и разрезаемого материала. Ось ножа неподвижна, материал перемещается. Материал неподвижен, ось ножа перемещается. Дисковое режущее устройство имеет или один нож, или комплект ножей, которые устанавливаются на одном или нескольких параллельных валах. Продукт подается к ножам самотеком или принудительно. В первом случае материал втягивается на лезвие ножей силами сцепления, возникающими на поверхности контакта, либо под действием сил, создаваемых конструкцией или формой режущей кромки ножей. На схеме, которую вы видите на экране, изображена дисковая машина с принудительной подачей материала, горизонтальным в мясорезках или наклонным в рыборезках транспортером, окружная скорость лезвия ножа В0, скорость подачи разрезаемого материала ВП, Отношение окружной скорости к скорости подачи принимается равным от 20 до 30. Производительность машин определяется по формуле. В машинах такого типа применяется один или несколько дисковых ножей, расположенных на одном, двух или нескольких валах. Машины с несколькими дисковыми ножами применяются при резании фиксированных твердых тел, пластов вязкопластичных материалов, например, конфетных пластов после размазанных устройств или прокатки, а также для резки мелкокусковой продукции рыбы. На рисунке представлена схема многоножевой машины для резания пластичных пищевых материалов – салорезка. Машина состоит из вала 1 с набором дисковых ножей 2, установленных с определенным шагом, и вала 3, на котором установлен барабан 4. Ножи входят в кольцевые канавки барабана, чем обеспечивается сквозное разрезание продукции. Окружная скорость барабана равна скорости подачи материала. Отношение окружной скорости ножей к скорости подачи для многодисковых машин равно от 3 до 5. Производительность машин в кубометрах в секунду рассчитывается по формуле. Режущий механизм с дисковыми ножами, установленными на одном валу, и самоподачей продукции представлен на экране. При этом самоподача разрезаемого материала происходит под действием сил трения, возникающих между дисковыми ножами и продуктом. Скорость подачи в метрах в секунду может быть определена по формуле. Коэффициент самоподачи при наиболее благоприятных условиях по формуле. Численное значение произведения 0,5 дельта деленное на фр рекомендуется принимать равным 0,25. Расчетные коэффициенты в формуле c и d принимаются по таблице, которую вы видите на экране. Для случая подачи материала полным слоем через всю плоскость касания с ножом принимают К малое, равное 0,45-0,7. При подаче половинной полосы К принимают в диапазоне от 0,33 до 0,53. На рисунке приведена схема режущего механизма с дисковыми ножами, установленными на двух параллельных валах и самоподачей материала через рабочий канал. Подача происходит под действием сил трения, возникающих между продуктом и ножами. Среднее значение скорости подачи можно определить по формуле. На рисунке приведена схема механизма для нарезания продукта на ломтики пластины дисковым ножом 5. Разрезаемый материал подается при помощи пары валиков 6 и 7. Валик 6 со скользящими, а валик 7 с неподвижными подшипниками. На рисунке изображена схема механизма для нарезания продукта на кубики или параллелепипеды с двумя комплектами дисковых ножей 8 и 9 и одного серповидного 10. Размеры конечного продукта определяются расстояниями между дисковыми ножами и величиной подачи на один оборот серповидного ножа. Объемная производительность машин в кубометрах в секунду, разрезающих материал на куски определенной формы, рассчитывается по формуле. Значения F0 и VP определяются конструкцией механизма и условиями подачи материала. Для механизма представленного на экране, VP рассчитывается по формуле, а F0 по формуле. Для механизма, приведенного на экране, VP рассчитывается по формуле, а F0 по формуле. Со стороны разрезаемого материала на дисковый нож действует окружное усилие P в ньютонах, направленное по касательной к режущей кромке, и нормальная сила, направленная к центру ножа, как указано на схеме. Эти усилия в основном зависят от физико-механических свойств материала и длины дуги резания. Помимо этих усилий на нож действуют силы трения, возникающие в сечении разреза, при взаимодействии материала с поверхностью ножа. При встречном движении рассчитываются по формуле, а при попутном движении по другой формуле. Следовательно, R-гор в зависимости от направления движения ножа может менять направление при определенных углах φ и соотношениях Q и P. Анализ кинетики процесса резания дисковым ножом показал, что окружная и нормальная составляющие усилия резания при данном угле φ зависят от режима резания, то есть от отношения окружной скорости режущей кромки ножа V0 к скорости подачи материала ВП. Удельное окружное P и нормальное Q малое, оба в ньютон деленные на метр усилия, то есть приходящиеся на единицу длинные режущие кромки ножа при попутном вращении ножа равны. Из уравнений, представленных на экране, видно, что с ростом λ удельное окружное усилие незначительно уменьшается, а удельное нормальное усилие увеличивается. Основное влияние на P и Q оказывает расположение разрезаемого материала относительно горизонтальной оси ножа, то есть от угла φ. Теория резания дисковыми ножами рассмотрена Гуревичем, который считает, что при определении сил взаимодействия между ножом и разрезаемым материалом рыбой основное значение имеет сила, приложенная к режущей кромке, а силами, действующими на боковых гранях ножа, можно пренебречь. Подобное допущение, вероятно, можно сделать для материалов типа мяса и рыбы, имеющих волокнистое строение, а не для упругой вязка пластичных масс, обладающих большой упругостью и часто значительной адгезией. В основу вывода зависимости усилия резания от отдельных усилий, касательных и нормальных, Гуревичем положены следующие допущения. Разрезаемый материал по всей глубине имеет постоянные физико-механические свойства. Макро- и микрогеометрия ножа по всей режущей кромке одинаково. Составляющие удельных усилий резания являются некоторыми постоянными, характеризующими меру сопротивления материала резанью, зависящую от геометрических параметров ножа. Толщины угла, формы заточки, радиуса, способов и режимов резания, при резании материал не сминается. В момент Т линия резания АВ имеет длину 2РОФИ, как показано на рисунке. В точке С приложена равнодействующая силы резания Ф и момент М от распределенных по дуге АВ удельных сил резания ПТ и ПН. Составляющие силы резания Ф в и момент будут вычисляться по формулам. Проекции силы Ф на оси Х и У запишутся так. Из приведенных выражений следует, что сила резания меняется с течением времени, поскольку изменяется длина линии резания. Может быть решена и обратная задача. По найденным экспериментальным путем функциям ФХОТ и ФЙОТ определить усилия резания ПТ и ПН. Карповым был предложен аналитический метод определения сил и моментов, приложенных к дисковому ножу, который разрезает однородный материал толщиной В. Нижняя и верхняя поверхности отсекают у ножа углы Фи-Н и Фи-К. Величина силы, приложенной к элементу дуги АВ, определяется выражением. Вертикальная и горизонтальная составляющие силы ДР равны. Выразив КСИ через заданные величины Р, ФИ и Лямбда, получим. Момент элементарной силы относительно оси ножа равен. Или, если переписать по-другому, так. Конечные величины вертикальной и горизонтальной составляющих сил резания, приложенных к кромке ножа, определяются по формулам. Суммарная сила в Ньютонах будет равна. Момент на валу дискового ножа от силы резания в Ньютон умножить на метр определяется по формуле. Анализ выражений, повторим их снова. Раз, два и три. Позволил сделать следующие выводы. С увеличением Лямбда, движущая сила резания и момент на валу дискового ножа уменьшаются. С увеличением толщины разрезаемого материала, повышается движущая сила резания и момент на валу. При постоянных толщине материала и скорости подачи для данного ножа, момент на валу уменьшается во столько раз, во сколько раз увеличивается окружная скорость ножа. То есть, моменты обратно пропорциональны отношению скоростей. Момент силы трения разрезаемой части материала о боковые поверхности дискового ножа, Карповым предложено определять следующим образом. Момент сил трения в Ньютон умножить на метр, приложенных к обеим плоскостям заштрихованной части ножа, рассчитывается по формуле. Для всего разреза материала момент силы трения относительно оси ножа определяется суммированием моментов дельта Митая. Общий суммарный момент сил, приложенных к ножу, рассчитывается по формуле. Фактически угол раздвижения материала применительно к дисковому ножу определяется по формуле, как косинус гамма. Отношение скоростей лямбда широко используется при описании резания дисковыми ножами и принимается равным не меньше пяти. Выражение, повторим его еще раз, позволило Карпову сделать следующие выводы. Угол наклона элемента режущей кромки ножа увеличивается с ростом лямбда и уменьшением угла фи, а также зависит от положения ножа в материале. Карпов рекомендует, исходя из конструктивных соображений, принимать радиус ножа в 2,5-3 раза больше толщины разрезаемого материала. В этом случае фимакс равен от 35 до 45 градусов. Угол фактического раздвижения материала элементарным ножом при фимакс равный 45 градусов и лямбда 10 равен, при альфа равное 20 градусов, альфа f 1,1 градус 28 секунд, а при альфа равное 30 градусов, альфа f 2 градуса 9 минут. Это указывает на то, что при резании дисковыми ножами возникают небольшие силы вредных сопротивлений, зависящие от сил инерции раздвигаемого материала и сил действующих на наклонные грани ножа. КПД ножа зависит также и от сил трения ножа о разрезаемый материал. Указывается, что при альфа f равным от 1 до 2 градусов и средней глубине погружения режущей кромки ножа в материал, КПД будет около 0,9. Такое большое значение КПД указывает на то, что основная часть движущей силы расходуется на преодоление сил полезных сопротивлений. Калачевым. Предложена теория резания диском твердообразных материалов на основе решения задачи теории пластичности о внедрении плоского штампа в жестко-пластичный материал. Принято, что дисковый многогранный нож – абсолютно твердое тело, а обрабатываемый материал – жестко-пластичное тело. Резание материала происходит в результате ударного действия режущей кромки граней ножа на материал по дуге среза АОБ. Скорость подачи материала несравнима меньше скорости резания для реальных устройств. Это отношение равно 1 к 2 тысячам. Это позволило автору считать, что резание осуществляется только режущей кромкой О, которая срезает тонкий слой материала. Общий импульс силы взаимодействия ножа с разрезаемым материалом будет рассчитываться по формуле. При определении P1 с чертой автор принимает, что нож вращается, а разрезаемый материал неподвижен. Кроме того, для упрощения считаю, что после удара нож останавливается. На основании теоремы об изменении на основании теоремы об изменении за время удара главного момента количество движения системы относительно центра ножа может быть записано. Учитывая, что можно определить P1. При определении P2 принято, что материал движется со скоростью V, а нож неподвижен. Тогда по теореме об изменении количества движения системы при ударе за единицу времени можно записать. По P1 и P2 определяется результирующий ударный импульс силы, который можно разложить на горизонтальную и вертикальную составляющие. Под действием горизонтальной составляющей PG происходит затягивание материала под вращающийся нож, вертикальная составляющая PV прижимает разрезаемый материал к опорной поверхности. Как уже отмечалось, скорость материала мала по сравнению со скоростью резания. Поэтому ударным импульсом силы P2 можно пренебречь и считать, что резание осуществляется только действием P1. Далее авторам на основании решения Хилла рассмотрена задача внедрения плоского дискового ножа в жестко-пластичный материал на примере резания халвичного пласта. Принято, что в материал внедряется режущая кромка многогранного дискового ножа, движущегося со скоростью V под действием силы P1. Как показал Хилл, предельная нагрузка, необходимая для образования пластического течения, рассчитывается по формуле. При этом принято, что трения между ножом и материалом отсутствует. Для учета геометрических параметров ножа и мгновенного импульса силы в формулу введен поправочный коэффициент K. Тогда она принимает вид. Для определения критической частоты вращения диска, при которой будет образовываться пластическая зона в результате соударения кромки зуба с материалом, а следовательно и происходить резание, уравнения приравнены. И получены два других уравнения. Вначале ту, которую вы видите ниже, из которого получена омега критическое. Выражение для омега критического, оставим только его на экране, устанавливает связь между кинематическими и геометрическими параметрами режущего инструмента и структурно-механическими свойствами разрезаемого материала. Применительно к резанию халвы, по данным Калачева, при Тау нулевое 0,47 мегапаскаль и омега критическое 1050 секунда в минус первой, коэффициент K равен 0,139. В этой видео лекции мы рассмотрели принцип работы дисковых ножей и область применения устройств с дисковыми ножами. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, а в нем все уведомления. Как только новое видео выйдет, вы получите уведомление и сможете его посмотреть. На этом я с вами прощаюсь, желаю успехов и до новых встреч!